Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня я решил сделать такой достаточно домашний выпуск. Как вы знаете, сейчас мы находимся на карантине, и общение с друзьями возможно только посредством компьютера. И мы решили выяснить, что же сейчас происходит с жизнью яхтиной, с верфями. И для этого мы пообщаемся с нашим другом Сашей Гороном, который представитель, является владельцем компании Интерпарус, представителем французских верфей во Франции в Лерошеле, если я не ошибаюсь. Верфи такие как Бали, Фонтейн, Гарсия, Дифур. Ну то есть это основные бренды, которые представлены его компанией. Но давайте спросим, на самом деле сделаем такую небольшую онлайн-трансляцию и узнаем, что же происходит сейчас во Франции и какие вообще перспективы у этого рынка. И вообще выживет ли этот рынок, потому что, ну вы знаете, сейчас все происходит достаточно проблематично. Ну что, поехали! Ну а пока мы ждем Сашу, когда он появится онлайн. Можно посидеть, попрынкать на гитаре, что-нибудь набрынкать. Я, кстати, знаю все аккорды, но не знаю ни одной песни, поэтому буду играть, что умею. Ну, погнали! Алло! О! Привет! Все, слышу, вижу. Слышу, вижу тебя тоже. Нет, такая конструкция. Привет! Здорово! Сейчас, сейчас, Сереженька. О! Все, у меня тут самое, да, тихое место, это улица. Ничего себе! Ну, у вас сейчас уже сезон начнется скоро, будет нормально. Да ну дай бог, чтобы он еще начался у нас во всем остальном, по сути. Ну, давай, расскажи мне, пожалуйста, о всех тайнах, которые сейчас есть. Короче, смотри, есть у меня к тебе масса вопросов. Что у вас происходит вообще в яхтенной индустрии? И то, что я смотрю, сейчас какое-то вообще мракобесие происходит. Ну, вот, в общем, что сейчас, вот, в разрезе яхтинга у вас произошло? Слушай, ну, да, ситуация, в которую вообще никто никогда не попадал в современной истории. Ну, смотри, с середины марта на верфях остановили производство. Мы говорим о французских верфях, прежде всего. То есть все Дюфор, Бенету, Лагун, Фонтен-Пожо были остановлены производство. На немецких верфях, голландских, шведских, как бы, производство продолжалось. Хотя, вот, ну, так, сниженными темпами. Также были, собственно говоря, остановлены все придворные компании, которые занимаются предпродажкой, сборкой, тюнингом, доработкой. То есть, вот, как бы, вымерло все. Но, в то же время, как бы, офисы продолжали работать. И, как бы, автосейл-сервис, поддержку, все, как бы, из домашних компьютеров нам оказывали. Понимаешь, то есть, ну, как бы, нельзя сказать, что все, вообще, все, 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 как бы, вот так вот, умерло. И, мол, все, все плохо, все умрем. Дюфор продолжил отгружать лодки только автомобильным транспортом. То есть, вот, Дюфор отгружает автомобильным транспортом, потому что перевозки не запрещены. Фонтен тоже, как бы, недавно этого не делали. Но тоже, вот, представьте, огромные катамараны тоже отправились негабаритными тралами, вот, там, на юг Франции. Вот, то есть, вот, как бы, такая ситуация именно была со середины марта. Что на данный момент? Неделю назад Фонтен-Пожо вывел 70 человек на работу на трех площадках. И 35 на одной верфи, 30 на другой и 5 на предпродажную подготовку. То есть, они, в первую очередь, начали готовить лодки, которые уже почти готовы. Это добровольцы были, молодые, красивые. Вот, вывел их на работу. Дюфор начал то же самое вот на этой неделе, чуть позже на этой неделе. Дюфор, он, как бы, побольше размером. Вот, и в итоге, значит, к 10 мая Фонтен хочет выйти на 40% работы и потом, как бы, выйти на все 100% мощностей. Вот, самая большая проблема, на самом деле, была связана с тем, что США объявили локдаун. И в итоге, а это 50% вообще продаж для всех верфей, для абсолютно всех французских верфей. И вот это огромное количество лодок и катамаранов, оно просто мешало. То есть, это, они заполнили все площадки, нанимали в коммерческом порту площадки, свозили туда, свозили, свозили, потому что, вот, то есть, они произвели эти лодки, они оплаченные, а их штаты не принимают. Вот, это была самая большая проблема. Куда девать, вот, 50% этих лодок, по сути. Фонтен делает в год 300 лодок, то, 300 катамаранов, то, речь идет где-то, вот, застряло у них порядка, наверное, 60 катамаранов. Это, вот, на мой взгляд. Ну, это огромные площади, представляешь, да. А с Дюфором, это, наверное, порядка, там, 100-150 лодок, вот, которые уже, вот, в обычное время должны были уйти, понимаешь. То есть, к обычным складским запасам добавилось еще вот такое количество. И то же самое, я думаю, и на Бенету было, и на других верфях. То есть, вот, это очень сильно, как бы, создало такой, как бы, логистический коллапс. Вот, в этом все. А что со сроками поставок, вообще, лодок, вот, тех, которые, вот, в данный момент, из-за того, что верфи, они же работают не полной мощности? Значит, что сроки сдвинулись, особенно ближайших поставок, да. У нас застряло три лодки, то есть, они уже готовы, а клиенты не смогли приехать. Две на воде, одна на суше. То есть, сроки сдвинулись, но, в принципе, не особо критично, потому что на это время выходило и так очень много выходных. Видишь, видимо, это с этим связано. Летние сроки объявили, что где-то на 2-3 недели сдвигаются. Ну, опять же, как бы, не критично. А сроки осенние и следующий год остались пока без движения. То есть, вроде бы, все пока нормально по вот срокам. Скажи, пожалуйста, а много ли отказных вообще лодок, ну, в связи с вот этим вот всем? То есть, понятно, что у людей там куча планов, там все там не очень хорошо себя чувствуют. Вот много ли отказных лодок на верфях на данный момент? Слушай, да, мне тоже много звонков, очень много пишут об этом в комментах. На данный момент нету массовых отказов, да. То есть, самые крупные покупатели – это чартерные компании. А они, вот, ну, может, ты знаешь, они вот в феврале уже забирают все свои флоты, они полностью оплачены, и они вот в феврале, в начале марта, как бы, свалили все на Средиземку, либо этими паромами куда дальше. Поэтому нету какой-то такой, знаешь, массового какого-то отказа, понимаешь? Поэтому паники, как таковой, нету. То есть, видишь, в индустрии настоящие моряки работают, они не паникуют. Мы держим, как бы, руку на пульсе. Тоже, как бы, нам интересно выхватывать для своих клиентов такие лодки. Но никто, опять же, не знает, что ожидает индустрию. То есть, если говорить в целом, то мы не можем вообще ничего прогнозировать, потому что в современной истории это, ну, впервые получилось. Вот, если брать пример вот прошлого кризиса 2008 года, то тогда, благодаря своей инертности, яхтенная индустрия, она очень, как бы, достаточно легко пережила его. Если мы говорим о парусной именно, о парусной секции, да, о парусной части яхтенной индустрии, потому что моторные тогда глиссирующие яхты, все эти там принцессы, азимуты обвалились просто очень сильно, до 50% люди отдавали новые лодки со стапелей еще. А парусная, как бы, отрасль тогда достаточно легко это пережила. Были, да, были скидки, были какие-то банкротства, но в целом не было какого-то такого, вот, массового, знаешь, умирания индустрии. Вот. Ну, опять же, нужно сказать, что кризис обнажает реальную стоимость и полезность товара. Ну, ты вот как человек, который работал в маркетинге, наверное, это знаешь, да, соответственно, на кризис обваливается все, что перекачано, там, маркетингом, рекламой, у кого цена была перегретая, вот. Но, особенно, вот, скажем, я же говорю, моторные глиссирующие яхты, очень им было тяжело. Вот, но очень хорошо пережили тот кризис парусные катамараны, в первую очередь, и нишевые верфи, которые немного делают лодок, такие вот, скажем, как алюминиевые Allure's Garcia, это вообще яхты такие судного дня, да, приспособленные к апокалипсису. Вот они очень хорошо пережили, на них, да, на них, ну, на них сроки заказов были, вот, собственно, таким образом. То есть, хорошие верфи с хорошими ценами, они достаточно хорошо загружены заказами и, соответственно, нормально себя чувствуют. И это им позволяет уверенно, как бы, себя чувствовать на этом этапе. А верфи, которые имели перегретые цены, да, опять же, в первую очередь, это вот эти гламурные моторки, вот, у которых завышенная цена относительно полезности и качества товара, это, кстати, не только премиум брендов будет касаться, а вот они будут себя чувствовать неуютно. Ну, также я предвижу большие проблемы у верфей, которые очень сильно ориентировались на чартерный бизнес, то есть, есть, как бы, вероятно, снижение поставок, вот. Но, опять же, в отличие от того кризиса, здесь государство во Франции объявило уже поддержки бизнеса, то есть, не просто языком, а реально идет серьезная поддержка бизнеса. То есть, ну, вот представь, все рабочие сейчас на верфях, которые стоят, они получают 70-80% от зарплаты за счет государства. Вот. И им сняли многие расходы, да, предприятиям этим сняты расходы на электричество, на воду, то есть, у них, даже когда они стоят, у них идут эти коммунальные платежи. Идет речь о снижении НДС, речь идет о снижении НДС, то есть, Франция очень, ну, как бы, трепенно к своей лодочной индустрии относится, поэтому здесь будут, ну, реально серьезные какие-то поддержки, вот. Вплоть до того, вплоть до того, что, как бы, будут пересматриваться налоги, налоги на лизинг, вот. И, ну, и опять же, понятие официального введенного чрезвычайного положения, которое сейчас здесь, оно им позволяет не напрягаться по ответственности, по договорам, по срокам, то есть, они немножко, как бы, себя так спокойнее чувствуют, то есть, убирают этот вопрос паники, вот. Кроме инертности, вот на руку вообще в целой яхтенной индустрии играет отсутствие конвейерной сборки, то есть, нету таких массовых конвейеров, как в автомобильной индустрии, где идут конвейеры, у поставщиков тоже конвейеры, идет вот такой, знаешь, напряг. Здесь верфи, ну, ты ж видел, как они делаются, лодки, да, они могут демасштабироваться, то есть, матрицу отставили в сторону, убрали там количество людей, ну, и все, уменьшили продажи, а маржа за счет, там, более дешевой нефти, если она продержится, маржа может вырасти, то есть, у них есть вариант для вот такого финансового маневра. Но я не смотрю на все в розовых очках, как бы, я повторю, что мы не знаем, чего ожидать вообще от развития этой ситуации, это впервые, вот. Ну, я думаю, что какие-то верфи будут иметь сладкие предложения, какие-то скидки будут, но это будет недолго, потому что они потом могут просто уменьшить производство, вот. Мы держим руку на пульсе, поэтому, но для того, чтобы воспользоваться этими предложениями скидочными, ну, нужно иметь решительность к покупке, вот, и принимать быстрые решения. Какие прогнозы у чартерных компаний? Вообще, что с чартерным сезоном? Есть ли какие-то, ну, хорошие перспективы? Или, как это, умерла так умерла? Смотри, то, что мы отслеживаем, что частные передвижения есть шанс, что откроют уже в конце мая, в начале июня. По туристическим направлениям очень сильно, как бы, будут ранжироваться, насколько, как бы, большие группы будут там заезжать, перевозиться. То есть, по частным поездкам, я думаю, что, может быть, если, даст Бог, все будет вот так, как сейчас, та тенденция, то, скорее всего, это будет в начало июня и откроются границы. Пожалуйста, а что у вас в Интерпарусе происходит? Потому что, ну, все же от этого всего страдают. Что у вас и что делали именно вы для того, чтобы в этом кризисе как-то себя чувствовать покомфортнее? Слушай, ну, да, мы уже, как бы, понесли первые потери. У нас должны были быть группы в парусной школе на март, на апрель, в Ля-Рошеле здесь. Ну, соответственно, слетели. Слетели майские и июньские чартеры, те, которые через нас заказали. Ну, вот, лодки не сданы, у нас все это скомкано очень. То есть, несем финансовые потери. Но, собственно, с другой стороны, радует, что никто, кто предоплатил чартер или вот обучение в парусной школе, никто не хочет отказываться от этого. То есть, деньги люди не забирали. Вот, можно сказать. Люди, да, расстроены, клиенты расстроены, но от намерений своих не отказываются. Вот. И другой положительный момент, то есть, я ожидал вообще, вот, знаешь, полного затишья. Думал, ну, все, теперь я могу себе спокойно заняться любимым делом, идти в море. Положительный момент, что, несмотря на ситуацию, народ не сдается, и мы приняли заказы на две лодки. Да, представь, то есть, мы продали в марте 530-й Дюфор, в конце марта, и 40-футовый катамаран вот в апреле. Ну, то есть, народ, видимо, знаешь, посмотрел на это все, думает, блин, я не доживу, надо деньги тратить сейчас. Понимаешь, у кого-то появилось время этим заняться, а кто-то переосмыслил вообще свою жизнь всю, вообще, что делать, что можно не дожить до осуществления мечты. Кстати, многие смотрят тебя, как ты карантинишь, понимаешь, и воодушевляются тобой, так что ты, вот, благое дело делаешь на этапе развития яхтинга. Слушай, ну, мы вроде как бы все вопросы подняли, которые касаются вот текущей ситуации. То есть, я надеюсь, что эта ситуация не будет вот настолько долго, чтобы сделать полный фатальный эрор с работой компании. То есть, я думаю, что, я надеюсь, что компании будут расти, и в ближайшее время это должно будет куда-то пропасть, потому что иначе это будет, блин, полная жопа во всем мире. Ну, моряки не сдаются, слушай, что у нас других вариантов нету, нам нужно работать, вот. Но, с другой стороны, видишь, паники не нужно подвергаться, и немножко перенакачано информационными средствами эта ситуация, я так считаю. Посмотрим, я думаю, что к середине мая, к концу мая вообще будет все понятно и ясно, вот. Тебе огромное спасибо, что пригласил выступить на канале, я надеюсь, я тебя тоже дерну, мне тоже куча вопросов, вот как пройдешь Панамский канал, у меня уже как бы есть просто огромный интерес. Я тебе искренне желаю, да, до Галапагосов и дальше дойти, ты вообще молочага, вот, смотрю тебя. Динни, Динни, огромный привет передавай. Ты своим тоже передавай привет, рад был пообщаться. Все, пока. Все, давай, пока. Так, друзья, напоминаю, что с нами был Саша Горен, компания Интерпарус, то есть человек, который занимается яхтами, продажей, чартером, обучением. Базируются они в Ле Рошелле и вот прямо с места событий информация о том, что происходит и как происходит в данный момент. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, проверьте колокольчик, чтобы получать все уведомления, которые все о видео, какой-то новости, которые мы постим у себя на канале. И до встречи уже через несколько дней. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok